В начале программы последние новости о ситуации вокруг ВИМ-Авиа. Сегодня стало известно о задержании генерального директора этой компании. Он подозревается в хищении денежных средств пассажиров. Как ожидается, уже завтра суд рассмотрит вопрос о его аресте. Также на вопросы следователя отвечает сейчас и главный бухгалтер ВИМ-Авиа. Тем временем своего вылета в аэропортах как России, так и других стран сейчас ожидают тысячи пассажиров. К перевозке уже подключаются другие компании, в том числе иностранные. Илья Костин следит за ситуацией. Руководители ВИМ-Авиа были вызваны в Следственный комитет сначала в качестве свидетелей. Но уже после допросов их статус изменился. Из свидетелей они стали подозреваемыми. В рамках уголовного дела о хищении денежных средств пассажиров Следственным комитетом задержан генеральный директор компании ВИМ-Авиа Александр Кочнев, а также главный бухгалтер Екатерина Пантелеева. В ближайшее время им будет предъявлено обвинение. После чего следствие планирует ходатайствовать перед судом об избрании в отношении фигурантов уголовного дела меры пресечения. Совладельцы компании Рашид и Светлана Мурсикаевы поспешно покинули страну и, по имеющейся у следствия информации, находятся за границей. В связи с этим принимаются меры к установлению их местонахождения. Гендиректор авиакомпании Александр Кочнев и главный бухгалтер Екатерина Пантелеева, по словам их адвокатов, на данном этапе отказываются давать показания. Формально ссылаются на усталость, мол, позади уже не одна бессонная ночь. Известно, что свою вину в деле о мошенничестве они не признали и утверждают, никаких хищений с их стороны не было. Между тем, по данным следствия, всю последнюю неделю должностные лица авиакомпании, заведомо зная, что средств не хватает уже даже на закупку топлива, продолжали продавать билеты. В СК теперь призывают всех пассажиров, которые пострадали от действий ВИМ-Ави, подавать соответствующие заявления. Они также будут приобщены к делу. Накануне на совещании с правительством Владимир Путин подверг жесткой критике ситуацию с ВИМ-Ави. Десятки тысяч оказались в очень сложной ситуации. Ну хорошо, если бы это было первый раз. Это же годами все продолжается. И мы никак не можем выработать нормальное правовое регулирование, действенное и эффективное. Я прекрасно понимаю, что хочется создать условия для ведения нормального бизнеса. Не хочется обременять бизнес с дополнительными издержками, связанными с различными формами обеспечения интересов людей, страхования и так далее. Но без этого нормального бизнеса тоже быть не может. Он, в конце концов, бизнес не для бизнесменов в конечном итоге, а для людей, которые пользуются этими услугами. Хочу министру сказать. Я объявляю вам о неполном служебном соответствии. Если справитесь с этой ситуацией быстро и эффективно, тогда мы подумаем с Митальем Анатольевичем, что делать с этим неполным служебным соответствием. Если не справитесь, то тоже подумаем. Прошу вас быстро и эффективно проблему эту закрыть. После этих слов президента проблемы авиакомпании в ускоренном режиме пытаются решить и в Министерстве транспорта, и в других ведомствах. Сегодня состоялось заседание оперативного штаба, куда помимо Минтранса вошли представители Росавиации, аэропортов Внуково и Домодедово, сотрудники топливозаправочных компаний и Ростуризма. Принципиальное решение – срочная помощь будет оказана прежде всего тем туристам, которые не могут вернуться домой из-за границы. Сейчас перед нами стоит задача вывести наших туристов из-за границы. То есть большое количество у нас сейчас находится в Турции. Вот это первоочередным порядком. Параллельно будет осуществляться также перевозка регулярных рейсов, пассажиров регулярных рейсов. И только после этого мы приступим к программе выполнения тех рейсов, на которые пассажиры купили билеты, но дата еще не наступила. Возвращением людей, которые отдыхают сейчас на зарубежных курортах, но в ближайшее время должны вылететь чартерными рейсами в Россию, будет заниматься и Ассоциация туроператоров России. К сожалению, справиться здесь на сегодняшний день силами туроператорского сообщества просто даже технически невозможно. Поэтому сейчас формируются списки, формируется очередность. Те туристы, которые не попали за рубежом на свои рейсы на сегодняшний день за счет туроператоров, они продолжают отдыхать. Не знаю уж, насколько, так сказать, этот отдых им приятен или неприятен, но, во всяком случае, размещение в гостиницах и питания туроператоры обеспечивают. По данным Ассоциации туроператоров России, дорабатывается подробный план действий по вывозу российских туристов с билетами ВИМ-Ави из Турецкой Анталии и других зарубежных аэропортов. Ежедневный график полетов должен быть готов в течение 48 часов. Что касается регулярных рейсов, они будут выполняться до 15 октября включительно. На полеты после этой даты билеты рекомендовано сдать. При этом потраченные деньги, как сообщается, должны вернуть. Также удалось договориться с аэропортами и топливозаправочными компаниями о бесперебойном обслуживании всех лайнеров ВИМ-Авиа. Предоставлены государственные гарантии. Будут осуществлены шесть рейсов. Из Москвы три борта отправятся в Анталию, вернут пассажиров в Россию. Пустыми обратно сегодня же улетят в Анталию и вернутся с пассажирами. Совокупно будет перевезено из Анталии полторы тысячи человек. Помимо этого, греческая авиакомпания «Эленейр» сегодня вернет из «Эраклеона» 245 пассажиров. Авиакомпания «Вимави» — это тоже чартерные пассажиры. Продолжается перевозка пассажиров на регулярных рейсах. Сегодня выполнен рейс «Благовещенск». А в целом только на сегодняшний день запланировано 22 регулярных рейса. Несмотря на предпринимаемые меры, ситуация по-прежнему остается сложной. Только за рубежом остаются десятки тысяч пассажиров. Множество людей ожидают вылета и в столичном аэропорту Внуково, который на время стал базовым для проблемной авиакомпании. Самолеты «Вимави» выпускают отсюда практически в ручном режиме. Каждый рейс индивидуально. Самая сложная ситуация с рейсами на Анадырь и Магадан. Их совместили, но в один самолет все пассажиры не поместились. Нервы на пределе. У меня забрали багаж, свесили, повесили бирочки, всё. И через некоторое время мне говорят, вы никак не можете сесть на рейс. Я говорю, по какой причине? Мест нет. Я говорю, как же дальше? Никого не волнует. Как мы здесь? За что живем? Чем питаемся? Ни гостиницы? Ничего. Как нам дальше быть? Нас не обеспечили ни водой, ни питанием, ничем. Никто не беспокоится, как мы здесь. И еще один нюанс. Журналистам удалось не только выяснить, где находится юридический адрес авиакомпании, входившей в десятку крупнейших, но и найти его. Обшарпанное одноэтажное строение, гараж по соседству. Только вывеска выдает в этом доме, расположенном в Татарстане, примерно в ста километрах от Казани, офис компании, перевозившей свыше двух миллионов пассажиров в год. Илья Костин, Виктор Аверин, Марина Елисеева, Марьяна Соболева, Александр Лякин. Первый канал. Первый канал.